Еще совсем недавно они не могли об этом и мечтать, а звуки самолетов наводили скорее ужас. Теперь же вместе с сотрудниками сразу трех центров молодежного инновационного творчества ребята, эвакуированные из Донбасса, собирают радиоуправляемые авиамодели, автомобили и корабли. В пункте временного размещения на базе санатория имени Володарского для них организовали мастер-класс. Кроме того, преподаватели в игровой форме познакомили маленьких инженеров с законами физики и секретами устройства машин и механизмов. Например, для сборки действующей модели планера иногда достаточно пары кусков потолочной плитки, деревянных реек и термоклея. Нужно вот так взять наждачную бумагу и вот такими движениями пообрабатывать. Давайте. Молодец. Такое оригинальное, увлекательное техническое шоу, по словам организаторов, призвано не только развлечь ребят, но и помочь им определиться с будущей профессией. А что касается, казалось бы, этих детских увлечений, там танчики, машинки, самолеты. Мой старший сын кадровый офицер. В такое-то время он провел в командировке, когда он оттуда вернулся, он сказал, пап, я теперь понимаю, насколько ты серьезным делом занимаешься. Многие из детей, которые приняли участие в этом занятии, больше полугода живут и учатся в Пензе. Они уже не вздрагивают по ночам от резких звуков, но очень скучают по друзьям и родным, оставшимся на Донбассе. У меня в Донбассе остались лучшие друзья Кирилл и Ярик. Я за ними скучаю. Надеюсь, скоро приедут и мы увидимся. У меня там подруга пять лет дружим, уже почти шесть. Я за нее волнуюсь сильно. Вместе с тем, признаются ребята, у них появились новые друзья в Пензе. Ими они теперь называют и преподаватели, которые провели для них этот урок.